В январе месяце, буквально в самом начале, мы запустили онлайн-анкету на себя на сайте, которая, в общем-то, активно пользуется граждане, заполняют факты, если есть роста. Мы отрабатываем эти факты, смотрим, провели достаточно много мониторингов, что мы увидели. В целом, по рынку цены меняются только на НДС, и то, в принципе, вне зависимости от формы собственности, субъекты, аптеки достаточно гибко реагируют. Понятно, что есть очень чувствительные позиции и применяют определенные скидки в целях того, чтобы хотя бы как-то нивелировать это все. Ну и, в общем-то, что мы здесь увидели, что, в принципе, рост, особенно по импортным лекарственным средствам, происходит в основном либо за счет переоценки курсовых разниц, либо за счет роста НДС. В произъяснении совместно с Миндравом мы указали о том, что, да, цена формируется с учетом НДС, но все должны принять исчерпывающие меры по недопущению роста цен выше установленных параметров инфляции по социально значимым товарам. Это 4,9%. Ну, опять же, такой индикатив. У каждого препарата, значит, своя специфика, потому что, напомню, что НДС еще введен не только на конечную цену, да, условно, он еще введен на субстанцию. Мы вот и разъяснили субъектам, что нужно применять скидки определенные, значит, начиная от оптового звена и заканчивая розничной, и, в принципе, о производителе все-таки в дальнейшем снижать определенные затраты для того, чтобы все-таки нивелировать этот рост, потому что, понятно, если в целом смотреться в 10%, это практически на момент рост существенный, поэтому в этой части мы работу продолжаем.